Виталий Медведь Экскурсия 2 Максим, переоденься! Сейчас гости придут! Во-первых, это не гости, а твоя мама. А во-вторых, это моя любимая футболка. На самом деле, Максим, конечно, понимал, что эта футболка, купленная еще в Чехословакии, уже давно перешла из стадии «праздничная» в статус «носить только дома», но ведь еще не скатилась до разряда на дачу или на тряпке только пыль вытирать. Однако, ощутив прожигающий взгляд жены, пожал плечами и пошел за спортивной кофтой. Ничья. А потом, неожиданно и вправду, пришли гости. Сначала появилась родная Максова тетка. «Максимка, мне кажется, ты еще похудел. Или подрос?» Сплеснула тетушка руками, отодвигаясь после птичьих объятий и оглядывая племянника снизу доверху. Эту фразу она начала произносить в Максовых лет десять и продолжала в сорок, игнорируя то, что он уже полжизни как не рос, а за последний год набрал четыре килограмма. Сама тетка всю жизнь оставалась худенькой, легкой, и Максим всегда боялся ее нечаянно раздавить при приездстве. «Можешь далеко не уходить», сообщила тетушка, самостоятельно вешая пальто на крючок. «Там Ильины приехали». «Все?» – с ужасом уточнил Макс. У Ильины было пятеро детей. И своего старшенького, но от чего-то оставшегося самым мелким, они бессовестно прямо в глаза называли пробник. Максим хоть и ценил солдатский и черный юмор, но такие шутки считал за гранью. «И вообще, что происходит? Что за внезапный съезд хуже татар?» «Максим!» – недовольно заорала жена из кухни, словно и не жужжала только что миксером. «Ну и уж у этой женщины!» – в очередной раз удивился Максим. «Не переживай, не все. Младшие уехали смотреть соревнования по биатлону». Один из детей Ильиных давал отличные результаты. И хотя ему еще оставалось два года до армии, он уже имел разговор с военкомом на предмет снайперской подготовки. И эта беседа разделила родителей на два фронта. Отец Ильин считал, что армия – замечательная школа, потому что мужик должен уметь чистить унитазы. Мать же кричала, что снайперов посылают в горячие точки, а ей мертвый сын испортит настроение на полдня. Не, ну правда, странный юмор. «Здорово, свояк!» – радостно протянул на руку Ильин. Затем протопал на кухню и принялся выставлять на подоконник бутылки. «Одна, две, три!» «Хомя, ты сдурел!» – грозно нахмурилась жена. «Пить я, конечно же, не брошу, а вот курить буду!» «Хе-хе-хе-хе!» – радостно хохотнул Фома, хотя шутил он так последние лет пять. «Нет, я что-то не понял!» Снова неуверенно возмутился было Максим, перебирая в уме поводы и семейные даты, и не находя причины для внезапного торжества. «Скатерть неси!» – не дала закончить тираду супруга. «Она на верхней!» «И помоги там Ленке! Она с судочками поднимается!» – дополнил Ильин, не предпринимая ни малейших попыток сделать это самостоятельно. «Нет, я вообще ничего не понял!» – повторил Максим уже скорее самому себе и отправился выполнять указания. Не успел он оттащить в кухню тяжеленные сумки Ильиной, непонятно, как она самостоятельно их на этот этаж перла, красивым взмахом развернуть на стол скатерть, все-таки сходить переодеться, как в дверь снова позвонили. На пороге стояли от чего-то радостные сотрудники с цветами и тортом, несмотря на то, что вчера в конце дня он их выдрял в жесткой и извращенной форме. «Э-э-э! Ну, заходите!» – обреченно махнул рукой Максим. Коллеги, вручая букеты и здороваясь, потянулись в зал, где жена уже заставила пол стола всевозможными блюдами. «Нет, а что за повод-то?» – вновь спросил Максим, входя за всеми, но его вопрос потонул в гумане собравшихся. «Какой-то бред!» – резюмировал он сам себе, но тут его референтка Светочка застучала вилкой по бокалу и все притихли. «Дорогой наш Максим Александрович!» – все присутствующие заулыбались, с неискренними улыбками. «Вы наверняка мучаетесь вопросом, по какому такому сценарию мы все здесь сегодня собрались?» «Еще как мучаюсь!» «А причина на самом деле очень неожиданная! Дело в том…» И тут Максим проснулся. «Не отставайте там! Скоро уже конец экскурсии!» Демон помахал в воздухе флажком, потом сунул его под мышку и захлопал в ладоши, созывая экскурсанта словно каких-то цыплят. «А там вот кто-то сидит!» – заметила окрашенная в светло-фиолетовый старушка и заткнула узловатым трясущимся пальцем в сторону ошалевшего Максима. «А, о, кстати, довольно показательный пример. В этой капсуле у нас размещается Максим Александрович Гурчивский». «Как? Тот самый? Вот уж не подумала бы!» «Да-да-да! Еще какой тот самый?» «Ни в каком не в раю!» «Здесь!» «Известный режиссер, снявший больше сорока фильмов с открытым финалом!» «Он у нас!» «Максим Александрович, у вас еще четыре минуты, чтобы подумать над тем, чем там могло все закончиться в вашем 2011-м сне, а затем следующий!» «Ложитесь, ложитесь, ложитесь!» Демон покрутил головой. «Ну что? Все подтянулись? Ну пойдемте! Это у господина Гурчивского вечность впереди! А нам нужно двигаться дальше! До конца экскурсии всего два зала!» «Музыка»